Всем привет! Сейчас посмотрим содержимое двух посылочек. Пришли новые запчасти для станка для нового. Ребят очень сейчас занят, поэтому кроме как распаковками потешить вас ничем не могу. Элементарно не хватает времени на монтаж, на съемку, поэтому пока еще чуть-чуть короче говоря здесь должны быть драйверы. Уже видите наверно закид драйверы. Латшайн, но оригиналы, не оригиналы, неизвестно. Мастерской полный бардак, все завалено. В буквальном смысле сейчас вот так все сгреб, чтобы немножко как его место осудили. Так, вот упакованы. Индивидуальной упаковки нету с антистатическими пакетами, но упаковано достаточно плотненько. ДМ-556. Такие драйвера достаточно распространенные. Насколько это оригинал или не оригинал, пока не знаю. Сейчас посмотрел вот эти наклеечки. Вот видно не будет. Ну вот они, в общем, к корпусу не приклеены. Торчит чуть-чуть. Ну, в общем, давайте вскроем, раз такое дело. Раз дозволено нам остаться безнаказанными. Тогда мы посмотрим, из чего же это будет обратно. Так, крышка пластиковая. Вот так. Вот да, она не приклеена. Элемент один интересный. Вот здесь кривой, я думал, что это чем-то сбитый. Нет, у него прямо на плате. Маркировка такая рисована на его место. Ну, если кому-то это что-то скажет, в общем, внешний вид вот такой вот уплаты. Ну, пайку, в принципе, китайцы сейчас уже появят достаточно неплохо. То есть, к пайке редко, когда в последнее время возникают какие-либо претензии. Вот здесь у нас ключи видны на термопроводящей резиновой прослойке самоклеющейся. И их в два ряда. То есть, они, видно, не видно, не знаю. Они и в эту сторону загнуты, и в ту. То есть, и сюда загнуты, и сюда. Ну, видно, да. По четыре ключа, да? Да, по четыре, по каждую сторону. Вот, ну, насколько это оригинал, не знаю. Ну, хочется надеяться, что оригинал. Так, ну ладно, с этим я попозже разберу, сейчас уберу. Остальные драйверы, естественно, точно такие же. В общем, как-то так. Ладно, давайте посмотрим сейчас, которая, как мне показалось, слишком легкая. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, для ее содержимого, которое в ней должно быть. Здесь должен быть винт ШВП комплектом. То есть, с опорами, с грейкой, с муфтой для грейки и с муфтой, через которую соединяется с двигателем. ШВП. Вот. ШВП 16.05. Должна быть длиной 400 мм. Ну, как мне кажется, что эта пасутка очень легкая, как-то, скажем так, ссыкотно мне ее с кровати, без вас. Поэтому вот это дело я все решил заснять. Так, все это было приобреталось в Китае. Ссылочки оставлю, как обычно, под видео. Упакованы прям торцы забронированы таким многослойным скотчем. Так вот. Упакованы все достаточно достойно. Так, у нас опоры. Это у нас муфта и тай-тай для гайки и муфта для соединения. И наш винтик. 400 миллиметров. Все точно. Давайте уже распаковали, вскрываем. Стандартная обработка. Гайка на три контура. То есть вот эти пипки три штуки, значит там три контура с шариками. Стандартные хустовики сделаны. А, кстати, да, интересен момент. Мы заказывали муфту с диаметром здесь на 10, а вторая сторона на 14. Попросили об этом. А он положил, наверное, на 6,35. Насколько я понимаю. Ну, здесь, понятно, дело 10, да. А вот эта сторона... Сейчас померю. А эта сторона, ну, да, это 6,35. 6,39, но она еще жмется. Это под 6,35. Ну, в общем, на 14, конечно, нам уже тоже не нужна эта муфта, но и... Что-то как-то очень туго открывается. Какая-то грязь попала. Вот, ну и на 6,35. Теперь нам нужна на 8. Есть такие небольшие коцки. Ну, не критично, в принципе, это кусок алюминия. Как бы разница небольшая. Так, и опоры. Опоры тоже стандартный комплект. Вот АИБФ. Дерунка. 2 крестит. Уanks. Вторая под хвостовик. Стоп-хвости. Ты только. Что-то вот так у нас всё это дело выглядит Не остаточно туго одевается, но это хорошо Вот так вот Сюда естественно накручивается гайка Гайка имеет стопор Такая вот гаечка Здесь она накручивается и есть на ней стопорный винтик Это у нас здесь плавающий конец вторая сторона Это уже всё достаточно плотненько Не садится он, но где-то заусенцы небольшие Отлично, подгонка очень хорошая Всё идеально соответствует своим размерам Ну и сюда вот такая вот муфта То есть такой винтик Ну да, в принципе мне показалось всегда Сюда надо будет доводницу Мне показалось очень лёгкая посылка Странно, но на самом деле всё нормально В общем, такие вот на сегодняшний день Приобретения и продвижения Что ж, продолжаем дальше Скоро будет Надеюсь, что скоро видео будет поинтереснее Ссылочки на эти товары в описании Всем спасибо Всем пока-пока